Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Корона и золотой лавровый венок императора Наполеона. Местонахождение Лувр, Париж, Франция. В марте 1804 года Сенат Французской Республики обратился к первому консулу Наполеону Бонапарту с предложением сделать его власть наследственной, а именно провозгласить его императором. 18 мая того же года Сенат утвердил закон, первая статья которого гласила «Правительство республики доверяется императору, который принимает титул императора французов». Первоначально это звание воспринималось многими как особая форма признания исключительных военных заслуг Наполеона. Титул императора ассоциировался с Римской империей, железная поступь легионов Бонапарта с доблестью римских легионов. «Я принимаю этот титул, который вы нашли полезным для блага народа», – сдержанно ответил Наполеон посланцем Сената. А 10 фремяра, 1 декабря, Сенат в полном составе явился в Тюйлерийский дворец, чтобы сообщить результаты всенародного плебисцита. 3 572 000 голосов поданы за провозглашение Наполеона императором французов. Торжественная церемония коронации состоялась холодным декабрьским днем 1804 года. Наполеон организовал ее столь же тщательно и всесторонне, как и свои военные кампании. Общее руководство церемонии было возложено на графа Луи Филиппа де Сегюра. Архитекторы Шарль Персье и Пьер Фонтень отремонтировали сильно поврежденный в дни кровавой французской революции собор Парижской Богоматери и оформили его интерьеры в стиле империи. Художник Жан-Батист Исабей разработал эскизы костюмов. Римский папа Пий VII прибыл в Париж, чтобы осветить восшествие на трон императора Наполеона I. 2 декабря в соборе Парижской Богоматери состоялась торжественная церемония коронации. На нее явились десятки депутаций от различных городов Франции, армии и флота, законодательных собраний, органов судебной власти и т.д. и т.п. Процедура коронации во многом повторяла традиционную процедуру коронации последних французских королей из династии Бурбонов, однако Наполеон добавил к ней многое из обычаев, использовавшихся во времена Карла Великого, короля Франков, с 768 года и императора Священной Римской империи с 800 по 814 год. Правда, церемония коронации Карла Великого включала в себя процессию 12 девственниц с зажженными свечами, однако кто-то из окружения Наполеона, полушутя, полусерьезно, заметил, что после 15 лет революции отыскать в Париже такое количество девственниц будет затруднительно. В итоге ритуал пришлось сосредоточить вокруг императорских регалий. Одним из драматических эпизодов кровавой французской революции стало разграбление и уничтожение древних регалий французской короны. Поэтому все принадлежности для коронации Наполеона пришлось делать заново. Известный ювелир Мартин Бьене изготовил по заказу императора золотую корону в средневековом стиле. В соответствии с традицией она состоит из восьми полуарг, сходящихся к центру, золотой сфере, на вершине которой помещено распятие. Эта корона получила название короны Карла Великого. Так именовался древний коронационный венец французских королей, уничтоженный в годы французской революции. Восстанавливая это наименование, Наполеон апеллировал к имени великого деятеля французского и европейского средневековья, продолжателем дел которого, очевидно, считал самого себя. Другая корона была изготовлена в форме золотого лаврового венца и была призвана напомнить о другой героической эпохе, не менее любимой Наполеоном, о временах Римской империи. В Древнем Риме лавровый венок считался высшим знаком воинской доблести и знаком достоинства римских императоров. Первые императоры не имели никаких корон, а носили только лавровый венок. Возложение на голову Наполеона золотого лаврового венка, к слову, обошедшегося казня в 8000 франков, напоминало о традициях той давней эпохи и рождало у современников множество ассоциаций между Римской империей и империей Наполеона. Помимо двух корон для торжественной церемонии были изготовлены алмазная диадема для императрицы Жозефины, золотая цепь Ордена Почетного Легиона, держава, коронационный перстень. В рукоять коронационного меча Наполеона был вмонтирован знаменитый алмаз-регент, одна из немногих реликвий, уцелевшая после разграбления революционными гражданами сокровищ французской короны. Традиционным местом коронации французских королей являлся собор в Реймсе, однако для церемонии коронации Наполеона было избрано другое место – собор Парижской Богоматери. На весь пышно обставленный ритуал потребовалось по одним сведениям три часа, по другим целых пять часов, причем в течение церемонии Наполеон несколько раз менял костюмы. Современники, оставившие свои воспоминания об этом торжественном акте, расходятся в подробностях. Согласно расхожей версии, восходящей к мемуарам, недоброжелательно настроенной к Наполеону герцогине Добрантес, Бонапарт, вырвав корону из рук папы римского, сам возложил ее на свою голову. Якобы он не хотел получать свою корону из чужих рук. Свидетельства других очевидцев опровергают это утверждение. Согласно, например, графу Сегюру, церемония прошла в полном соответствии с планом. Папа Римский благословил короны и другие регалии, после чего их положили на алтарь. Наполеон приблизился к алтарю, взял в руки корону Карла Великого и возложил ее себе на голову. Потом снял корону и увенчал себя золотым лавровым венком. С короной Карла Великого в руках, с золотым лавровым венком на голове, Наполеон приблизился к вставшей на колени Жозефине и коснулся короны ее головы. Бедный, наивный корсиканец, замечает по этому поводу Манфред, автор книги Наполеон Бонапарт. Он верно и в самом деле надеялся, что эта комедия переодеваний, это выставленная на показ роскошь, это богатство, великолепие торжественной церемонии, граничащие с театрализованным представлением, с балаганом, могут упрочить новую власть. Коронация Наполеона осталась запечатлена не только в мемуарах современников, но и на монументальном полотне знаменитого французского художника Жака Луи Давида, прославившийся в 1780-е годы как великий мастер кисти, воспевший в своих картинах «Революционные идеалы», позже «Якобинец», член Комитета общественной безопасности и друг Робеспьера, к началу XIX столетия Давид стал придворным живописцем Наполеона, бестрепетно угождавшим вкусом и требованием своего августейшего покровителя. Выполняя поручения императора, художник работал над полотном «Коронация» четыре года. Эта огромная картина должна была стать инструментом политической пропаганды. Давид прекрасно понимал, что надо писать. Сегодня, благодаря полотну Давида, мы можем увидеть это отделенное от нас двумя столетиями торжество. Бордовый бархат и блеск белого шелка, темные зеленые тона и темное золото-короны в руках императора, яркие мундиры свиты маршалов, высших сановников империи. В центре фигуры императора в длинной до пола белой туники, отороченной горностаем, с золотой короной в руках, возлагаемой на голову Жозефини. Это своеобразный знак, намекающий на продолжение рода. Императрица должна родить наследника, который займет трон после смерти Наполеона. Вся картина проникнута аллюзиями, призванными напоминать о связи между империей Бонапарта и Римской империей. Эту связь Наполеон будет подчеркивать постоянно на протяжении всего своего недолгого правления. На монетах императоры изображали увенчанным лавровым венком, наподобие римских императоров. В таком же виде он запечатлен многочисленными скульпторами. Империи Наполеона просуществовало исторически ничтожный срок, всего 10 лет. Вернувшие себе королевский трон Бурбоны стремились ликвидировать те остатки культа Наполеона, что еще сохранялись во французском обществе. В 1819 году все императорские регалии, включая золотой лавровый венок, столь часто изображавшиеся живописцами и скульпторами, были уничтожены. От венка уцелел только один золотой листок. Ныне он бережно сохраняется как реликвия, заключенный в специальный футляр. Что касается короны Карла Великого, то ее решено было оставить в качестве компенсации за уничтоженную в годы революции древнюю коронационную корону французских королей. Правда, использовать ее по прямому назначению больше так никому и не довелось. Король Людовик XVIII Бурбон, брат убитого Людовика XVI, взойдя в 1814 году на французский трон, решил не устраивать коронацию. Его наследник Карл X, став королем в 1824 году, восстановил традицию коронации в Реймсе и был коронован с использованием единственной, уцелевшей от предреволюционных времен, французской королевской короны, короной Людовика XV. Наполеон III, став французским императором в 1852 году, отказался от обряда коронации. А в 1885 году национальное собрание Франции приняло решение продать большую часть королевских и императорских регалий и драгоценностей с тем, чтобы воспрепятствовать всем попыткам реставрации монархической власти. Лишь несколько предметов было сохранено благодаря их исторической ценности. В их число попала и корона Наполеона, корона Карла Великого. Ныне эта реликвия, напоминающая о бурной эпохе наполеоновских войн и Первой империи, демонстрируется в Парижском Лувре. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены. Редактор субтитров А.Семкин